здравствуйте сейчас я тут кое-что разблокирую сейчас подождите подожди не трогать там так подожди я щас здесь выну это никак не получается что-то не вовремя зашел что-ли вот теперь только и сблёк это неожиданно так у меня еще не готово тут запись шла надо сейчас убрать как мы поспали вас сбрасывали сейчас сейчас тут она кончается иначе у меня тут затор будет она не даст так слушаю вас здравствуйте мы вот из Сочи вам звоним хотели пару вопросов задать это можно у нас все записывается выставляется в интернет вы не против есть ну нет чтобы претензий не было никаких да нет нет я слушаю вас говорите пожалуйста вот смотрите можете объяснить нам сердечная молитва и умная молитва как это понимать а вот это поднабрали с такой грамоты это мы читали феофан затворник говорит так это к нему надо обращаться не ко мне в библии этого нету я отвечаю во свете библии это все люди придумали а молитва есть или нет вот объясните как я не знаю есть или просто я буду объяснять когда в библии нету зачем я буду придумывать господь позови ко мне я услышу тебя не умная там сердечно от сердца надо молиться а умная а безумная то пьяная уже что значит умная не умная умная только умом а сердца нету им монахам делать больше нечего было они все раскладывали по полочкам потеряли Россию умная не умная как молиться понять как правильно вот я например может молюсь но может я неправильно это делал вы можете объяснить как правильно даже объяснять не надо ты встал на молитву вспомни кто на тебя что-то имеет положи твой дар молитву и пойди прежде примирись вот единственное препятствие другого нету и далее не когда господь сказал самому соломону прости чего хочешь но еще люди просят долго жить не болеть быть богатым чтобы врагам голову снести а господь говорит проси я не знаю сколько он думал то он сказал господь дай мне мудрости чтобы перед этим народом выйти и не дураком вернуться чтобы меня не освистали не смеялись а господь говорит раз не просил ты смерти врагов богатства жизни я все тебе это даю и даю мудрость такой который ни у кого больше на земле не будет вот надо и просить небесного для неба а не так что один едет машину негде поставить господи я обещаю мясо не есть покажи дай мне и в это время машина одна трогается господи не надо не надо уже освободилось место я нашел господь ответил ему он сразу не надо уже все а вот скажите можно ли молиться за например друг там самоубийца может быть нельзя вот частные молитвы дома так ты можешь побаловаться а так нет он вынес себе приговор он беспокаянный ушел он покусился на храм божий на тело свое он враг хуже самоубийцы никого нет ну а это я вред себе наношу этим или может быть все таки по ему пользу принесу можно никакой пользы нету вам зачем это нужно он избрал такую участь там переменить еще нельзя ты наносишь вред себе тем что ты начинаешь играть этим ты позаботься своей душе как ты уверовал что у тебя здесь а то нахватают до крещения 5 манек до 10 танек и не знают что делать алиментами задушат а что теперь делать а если человек был не крещен и умер случайно у меня есть такой случай можно тогда молиться за него если он молился и знал но не успел он не знал он не крещен был я не говорю о крещении он не знал и не крещен это два разных момента но он и не верил он не верил ничего не поможет дело в том что считаю правильно 3 глава 36 стих евангелия от иоанна верующим сына божий иметь жизнь вечную неверующий не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем все а все остальное это пыпы при попы придумали чтоб деньги выкачивать больше ничего там нету за гробом нет покаяния говорит амзотаус они покаявшиеся уподобляется дьяволу а есть же такие случаи когда человек умер но его кто-то из святых отмолил и он он с посада в рай попал это поисий говорится сказки старообрядческие поисий поисий но еще там есть этот уар уар умолятся якобы видение было он молодой был такой парнишка любознательный его в конецкий корпус записали а он уверовал в это время и заболел и врачей не было и он умер и мать тосковала сильно и тогда она увидела его что он сидит на плече у вара он говорит я его вымолил но это все слова верующий в сына божий иметь жизнь вечную неверующий не увидит а если верующий ребенок если ребенок был он тоже не увидит что ли про ребенка мы не можем еще сказать про них не сказано Иоанн Златоуз говорит чего в библии нет о том не рассуждаем не потому что я не знаю все эти басни сказки я хорошо знаю и мы должны все выбросить вот Кирилл Иерусалимский однажды сказал если слова мои не сходятся с библией то не верьте мне сегодня ни один поп этого не скажет во первых он сам библию не знает и люди не знают он говорит знающим вот я сейчас говорю не по библии ты меня остановил а где ты взял да нигде чего в библии нет о том не рассуждаем святой Иоанн Златоузд еще мудрее златоуста будем зачем молотить языком зря нет этого и все а вот теперь скажи я считаю там ты дорожные знаки знаешь да на красный нельзя ну вот ты ехал дорогой сбился с другой машины перед самым знаком а скорость большая и ты перелетел в красный свет да и черту сплошную а меня за это судить будут а ты пятерых убил что ты начинаешь лицемерить уже машина мертвая вверх ногами вверх колесами она пролетела в красную черту и он об этом заботится теперь а я нарушил что ты нарушил то ты людей убил пьяница кочерыжки на тебя мусульман не хватит чтоб прочистить тебя мозги пока за руль не сел еще скажите после причастия нужно опять каяться то есть после исповеди и причастия опять каяться в том что он уже думает что уже покаялся исповедался причастился опять тех же грехах старых а зачем а ты их выбросил зачем тебе по помойке лазить не чувствую что я раскаялся мне кажется не до конца говорит как одна искра ваша то есть океан люби его бросил захлебет и грехи ваши бросил захлебет а мы начнем в океане и искать тут искорка была где-то. А если я что-то забыл, еще давно так и не расскажешь, когда придешь, забыл. Перед Богом скажи, вот отец Андрей Ткачев вышел как-то здесь. Вот последний его ролик, на него напали. Слышал? Выдели, нет? Видели, видели. Вот она написала письмо, она забыла Грегор. Говорит, ну что, папа, посадите на цепочку, ты с собой ходите на два метра. Как что, забыл, ой, да, запишу скорее. Больше заниматься нечем, лицемерие одно. А что сделал 20 абортов, молчит, что, говорит, 70 мужиков перебрала тварь. А вы как к нему относитесь к Андрею Ткачеву? Я не от него ни от него прошусь. Близкого знакомства не было, но когда я его услышал первый раз, я сразу сказал, человек опасный. А вот Осипов? А Осипов все, масон. Ну я, например, вот верой пришел от Осипова. В 80 с лишним лет брит, исконно людей-то тысячи перепортил. Ну а вот многих людей, вот я, например, слушать его начал, больше тогда стал уверовать, когда Осипова лекции слушал. Ну хорошо, хорошее бери, Осипова. Я же не сказал, что не брать. А вообще, как к нему отношусь? Для них не важно, женщина какая там, она в брюках, и все остальное. Вечного мужчины нет. Его монахи там книги, его все-то жгли, показывали по радио. Поэтому, ну здесь... Но они как-то объясняют, вот не бриться, вот они как объясняют это, почему бриться можно, то есть бриться. Да, конечно, можно. Ему все можно, чтобы больше людей было, больше сбору. Он же предподает семинарии в академии, он перепортил тысячи людей. Все. И вы можете объяснить, почему нельзя нам бриться? Так он права не имеет говорить, он бритый. Скабритый. Нет, вы объясните нам, вот мы тоже бреемся. Можете объяснить, почему нельзя бриться? Ну потому что нельзя, Бог так сотворил-то. Ты противишься Богу, противник. Тебя даже в церковь нельзя запускать. А вы эти поганцы залезли в храм, оскверняете его. Вспомните, когда у слуг Давида обрезали полы на бороды, они ходили там сочувствием соседнему царю. И он Давиду нанесли, а еще никто не знал, что сделать. Он говорит, город проклятия, Ерихон. И там сидите, пока борода не отрастет. А у каждого... Это же в Ветхом Завете. В Ветхом Завете, правильно. То есть не все соблюдаем оттуда. Ничего Бог не изменил с Ветхого Завета по отношению тела человеческого. Ничего. Глаза на том же месте. В Ветхом Завете написано, с матерью не ложись, с сестрой не блуди. А в новом Завете не сказано еще. По-персидски будем. А в Ветхом Завете написано, что если муж умрет, то возьми, брат ее должен взять. А сейчас тоже так, что... Сейчас этого нету. Это не разрешается. Значит, изменили. Это не разрешается, потому что это касается духовного. Соединяющийся с блудницей одно тело, так и здесь. Закон, касающийся тела твоего отдельно, Бог не изменил ни уши, ни глаза, ни брови. Ничего не изменилось. А вот, а из-за чего? А вот я дома начинаю плазейку искать. Да брейся, да не лукавь. А бриться, например, выросла борода, ее можно подкоротить или совершенно нельзя трогать? Ну почему тебе можно, мне нельзя, я скажу. Я ее не корочу. Дальше начинает сечься, больше она не растет. Все. У другого еще меньше. Вот посмотрите, у Аса Дмитрия Смирнова, у Всеволода Щаплина. Какая бороденка-то? Там три волосинки торчит, но они не портят ее. Ну они, да. Ну другое дело, хаттаб был, из Чечни воевал, да у него борода-то какая. Это на 10 семинаристов хватит. Ну что ты хотел спросить? Ну. Сейчас, сейчас я здесь записал еще вопросы, сейчас я вам... У него и Шамиль такой же там был, такой же бородой. Вот, например, человек, может быть, я когда-то давно, там, лет 8 назад что-то сделал, там, недоброе, там, но он даже не знает этого. Он и не знает, мы общаюсь с ним, то есть мне сейчас просить, нужно у него прощение, даже он и не знает ничего. Вы сами по совести своей скажите. Если вас совесть мучает, то надо. А если успокоило все хорошее отношение, чего напоминать-то? Раздражать рану. Тут дело-то в вашей совести. Вы видите, что он перетерпел что-то, и он так, добрый друг, там, переломил себя, видит, что вы полезный человек, добрый, ну, так случилось. Обязательно надо попросить прощения. А если забыто, друзья, и он даже внимания не обращает, зачем тебе лезть? Ну, может, где-то там гуляете, скажи, я тебя тогда-то обидел, ты не держишь на меня? Нет. Ты прости меня, дурак я старый, еще натворил. И все. Совесть спрашивать, не меня. А еще можете сказать, как вы относитесь к армянской церкви? К армянской церкви? Видите, я близко не знаком с ними, но я знаю, что это апостоличная церковь, она настоящая церковь, со множеством заблуждений. У них намного больше заблуждений, чем у православных, но она церковь, она от апостольских времен, имеет рукоположение. К армянскому священнику я подойду в любой момент и попрошу меня благословить. А какие заблуждения у них больше, чем в православии? Самое первое заблуждение, вы знаете, это крещение. Руки в чашку опустить, а потом по лицу мокрой рукой проведет. Это у всех, вы сами говорите. Это что, крещение? Ну, это у всех, да, вы говорите, что это у всех. Я говорю, это никуда не годится. Вот меня тоже так крестили в 12 лет. Я хотел тоже... Это крещение, мазали только. Это крещение. Крещение переводится одинаково. Погружение. Вот мы сейчас занимаемся, а там немцы. Я говорю, скажите, как крещение? Я говорю, тауфан. Тауфан, погружать, опускать в воду. А он стоит на полу, девчонка, я гляжу, руки в чашку опустил, а он ей мокрыми руками лицо провел. Еще телка перед ним стоит, что ли. Пыль с нее сдувает. Человек, погружаясь в воду, умирает. Его не видно. И он заново, выныривая из воды, говорит Кирилл Иерусалимский, начинает жить новой жизнью. А здесь, ну что тут говорить-то? Это у православных та же беда, у католиков. Почему у старых брятцев ни одного не мочили? Никогда. За 365 лет ни одного. Баптисты погружают, адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы, все эритики крестят полно погружения. А истинная церковь не крестит. Сумасшествие какое-то. Как пойти надо? Покреститься надо теперь? Ну а как же, вы не крещеные? А они скажут, у меня даже есть документ специальный с церкви, то что я крещен, ну в армянской церкви, что я крещен. Я например приду, мне скажу... Он должен написать документ, мокрыми руками я провел ему по лицу, а он ладошки опускал в чашку. Ну если я сейчас иду, они скажут, мы не можем перекрещивать, потому что... Ну православных, не ходи, найди там, где крестят. Они скажут, не могут перекрещивать, они могут только вот перейти, чтобы православие не крестить, а они там что-то... Ну я не знаю как, мы нашли и вы найдете. Воина Лука Яценевский абсолютно не признавал вот это мощение и не говорил перекрещивать. Его не было крещения, там вещи перекрещивать. На Афон едут когда, а это уже центр православия, все тех их мощенных они крестят в море. Это обман. Как князь Владимир крестил, где? В Крещатике, в Днепре. Христос ученики приходили, где? В Иордане. Ну нигде не было, чтобы на берегу стоял Христос и из чашечки поливали его, как сейчас иконы делают, католические. Безумие. И при том труда никакого в этом нету. Нету. Построены купели, баптистерии. Ну под воду скройся. Вот у нас, когда крестят, посмотри, на озере. Какая радость, стоят люди, по одному сходят, батюшка в воде по грудь, фотографируют фотографов в воде, кинооператоры стоят. Люба, мило посмотреть. Человек дает обещания перед всем народом. А скажите, к мощам, вот вы говорите, я знал, нельзя расщеплять мощи. Вот у нас есть в церкви, к примеру, мощь. Нельзя и прикладываться, ничего совершенно. Вы говорите, что нельзя, приложись. У вас святая репсимия, это наша тоже святая. Нет, здесь, и в православном храме здесь у нас есть. Православных там, поклонись, поклонись. То есть, это неправильно все, но поклоняться надо? Ну, что значит надо? Это мое желание. То есть, ради немощи людей, не ради своей. Я в этом не нуждаюсь. Ну, чтобы не подать соблазн, я подойду. То есть, я не считаю это за грех, но и в этом не вижу никакой нужды. Живого Бога не хватает, мертвых людей тащим. Некрофилы. Нас по-другому назвать нельзя. Как Андрей Кураев говорит, нанотехнология, в каждом доме, чтобы тысячи мощей были. Ну, еще уже дурью мается-то. Только умрет и начинает щипать, показывает ноги. Отпилили ему, ноги, ножовкой отпилили. И он стоит, они засотлели, и он водой, там, шоркой, щеткой, как только кончил, а вода в бак. Как народ кинулся, ведрами хватает. Куда, говорят, они его давать? Пить будут? Ну, на нас люди-то смотрят, как на придурков. А как? Написано, умер, и похоронили его. Стефан Первомученик в Новом Завете умер, и похоронили его. Похоронили? А Господь еще в раю сказал, прах ты, то есть из глины сделанный, и в прах возвратишься. Не сказал, что мощевики, крестовики, там, антиминцы, нет. В прах. Все остальное не повеление Божие. А что делать? Все собрать, все мощи, и с торжественным хором, с пением, с патриархом захоронить в самом почетном месте. Может, в храме Христа Спасителя где-то, это будет по-божески. Я ничего не говорю, кроме того, что Бог повелел. А вот Иоанн Дамаскин сказал, ну и пусть он возится с мощами. Это труп. Трупы, зачем? Как это так сказать? На труп? Это мощи. А что такое мощи? Я открою словарь. Это труп человека, мощи называется. Я говорю, как считаете? Труп это не святой? Конечно, нет. Смотри, считаем мы там 12 глава, кажется, от Апокалипсиса, когда дьявол воевал против двух пророков, Еноха и Илья. И трупы их бросил на улицу города. Трупы. Самого великого пророка тело называется трупом. И Библия называет. И теперь сын человеческий, где труп там орлы? Сам Христос трупом называется. Чего вы мучаете себя? Библия не знает, и поэтому выкручиваются. Мощи, мощевики. Замучились мощами-то. Вся мощь в мощах. Мертвым, говорит, оставьте хоронить мертвецов. Христос не сказал мертвых, чтобы разделывали, рубили, пилили. Оставьте мертвецам хоронить мертвецов. Даже хоронить, и то верующие не должны лишний раз лезть туда. Идите, благовествуйте. Идите, проповедуйте Евангелие всей твари. А нельзя трогать, да, умершего, например? Ну, в Ветхом Завете нельзя было. А зачем его трогать-то? Пусть он лежит. Ну, например, хоронят, ну, родственника, целуют. Нельзя? Ну, ваше дело. По совести вашей. Ну, мне кажется, что в этом ничего плохого, может, я не знаю. Плохого нет. Другой не хочет этого делать, принуждать не надо. У нас венок делает и целует венок. Венок. Вроде как прощения там. Вот начинают с мертвецами возиться. А рядом люди ходят, Христа не знают. Мертвы, никому не нужны. А то не от Бога. А вот вы говорите, люди, вот, например, я говорю им, они не хотят, ну, прослушивают, а потом делают опять, что хотят. Мне опять им говорить? Опять из Евангелия? Писание говорит, будут они, слушатели не будут. А ты говори. Так я, они идут, делают, непонятно что. Стоит в силу из Икииля, 3 глава, 18 стих. Если ты видел, брата согрешающего, и не сказал ему, не обличил его, он погибнет, но его кровь я взыщу с тебя. Я с тебя взыщу. Ну, каждый раз надо все. А я говорил, а он не послушал. Он умрет, но кровь его на его голове, а ты спас твою душу. Вам меня видно, нет? Видно, видно. Вот так. Мы должны пользоваться Священным Писанием, потому что 12 глава, 48 стих, Евангелие от Иоанна говорит, я не сужу вас, слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Оно, слово. Я это прочитал 27 сентября 1962 года, когда мне дали в руки Евангелие. Я понял, все мои навыки, вся моя культура Богу не нужны. Ему нужно исполнение слова. Он говорит, если любите меня, а заповеди любви первые, соблюдите мои заповеди, а не по иконам ходите. Вот к иконам идут, поцелуют, да еще и лбом боднут икону. А что бодаетесь-то? Они на... Целуются, они же поцелуются, а потом лбом боднул ее, она бы два дня в реанимации лежала. Гляжу, Путин точно так же подошел к мощам, поцеловал и боднул. А то он у патриарха перенял. Мужика-то испортили, он нормально крестился, а сейчас под вышку куда-то руку сует, точно как патриарх. Развратили его. А можно, пожалуйста, задать вопрос один? Дело в чем? Я вот читал Ветхий Завет про поводу мощей. И умер Елисей, и похоронили его, и полчища мавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то увидев это полчища, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Так дальше что? Ну, имеется в виду, что мощи, значит, имеют свойство вылечить... Это не человек, мощи имеют. Ну, а почему другие мощи не имеют? Ну, вот... За 7,5 тысяч лет больше не было. За 7,5 тысяч лет. Ну, ладно, я просчитал, Бог дал жену из ребра. А я еще буду ходить под санкт-площадком. Господи, дай мне из ребра, у меня ребер хватит. Ну, у него же можно требовать от Бога. Бог сделал, как ему надо. Для того, что люди были неверующие, показать. Сила его в этом. А теперь мощи. Ну, покажите, где от мощей кто воскрес? Хотя бы один случай. Ну, и все, глаза в разбежку. Излечивались. Много очень есть описано же, вот именно от мощей, что человек излечился. Это все неправда? Никто не воскрес нигде, ни одного человека не было. Не, вылечился, не воскрес, вылечился. Я говорю, не было, чтобы от мощей прикоснулись и воскресли. Не было. Не воскресли, а излечился больной. Ну, излечился, и что? Ну, я не пойму. Христа, живого, воскресшего, вам недостаточно для спасения-то? Что вы по мертвецам мыкаетесь-то? А вот это аргумент такой, вот баптисты говорят, например, нам, зачем мощи, зачем иконы, зачем все это? Они на этом, как бы, говорят, у вас неправильно все получается. Но если сказали о мощах, зачем иконы-то? Теперь будем говорить о сапогах, о ботинках. О мощах закончили, Бог не повелевал. Он сказал, и все на этом. Ты прах, и в прах возвратишься. Вот пускай это выполнят. Что мы, они после этого стали Елисея резать, мощи его? Нет, конечно. Стали приходить поклоняться ему? Нет. Что дальше брать-то? К чему этот пример-то? Он никакого отношения не имеет. Илья вознесся на небо. Вот теперь мы будем претендовать, а я не хочу, ничего не надо, возноси меня, Господи. Ну давайте за Илью усыпимся, а он ему учитель был, Елисею-то. Но мы же это не делаем. А вот к мертвецам прикоснуться, два мертвеца сошлись. Знаете, птица слетается подобно, мертвый тянется к мертвому, а живой к живому. Я не добавляю ничего, потому что в символе веры этого нет. Верую на единого Бога Отца не написано, верую в мощи, верую в монашество. Нет этого. В символе веры этого нет, а это кредо главное. Но если нет, значит это выдумали, значит зачем нам прикладываться? Выдумали, но я где бываю, там прикладываюсь, где мощи есть. А как так? Если это выдумано, почему нам надо прикладываться? Я смотрю, вред есть или нет. Вреда никакого нет. Вреда от этого нет. Но я ничего не надеюсь здесь. Что у меня есть, мне этого достаточно. Я стоял в храме, молился живому Богу. Живая молитва. Мне мертвецы уже не нужны. Но тут подходят, я подошел. Я признаю, да, был святой человек, как церковь канонизировал, я его признал. Но я не считаю, что это необходимое требование от меня. Это мое желание. Я не подойду, меня никто за это не отлучит, ничего не сделает. Лишь бы я не учил против. То есть не было поносных слов-то на иконы. Этого не было нигде, чтобы к иконе каждый по подрядку прислоняться, целовать и лбом бодать ее. Ну нет этого нигде. Друг у друга учатся-то. Ну вот, если это плохо, то для чего прикасаться, допустим, человек прикоснувшись, начинает думать, что это именно мощь помогла ему, а не Господь Бог. И таким образом начинает повторяться этому. Вы считаете, вам вредно, вам вредно. Кто считает грех, тому грех. Ну, подожди, не делай так. Кто считает грех, тому грех. А я не считаю за грех, я прикоснусь. Я прикоснусь и поцелую. Ничего особенного нету. Почему? Потому что все подходят здесь. Еще ради буду отстраняться, настраивать. Ну, а они завтра, вот вы говорите, папы, завтра придумают, придут там, принесут телефон, скажут, вот теперь его целуйте. Тоже целовать, что ли? Ну, если вам это говорят, целуй, куда ты денешься? Ну, как так? Ну, может быть, там деньги кто-нибудь положит тебе за поцелуй на телефон. Вот они фотографию сделают на телефоне, там скажут, вот теперь нужно, если вы говорите, что они... попам доверился. Я что, я не буду вас погашать поповскую любовь-то. Отец Андрей говорит, шагу не могут шагнуть, и Петрахиль только надевай на нее, и все. Там 10-20 абортов, она об этом даже не говорит. 20 мужиков было, молчок. А вот она забыла, что в пятницу она молочка съела, сказать надо. Как один, убил, он убил, ограбил, сел на этот труп, развязал, а там сало, говорит, сегодня нельзя, сегодня пятница. А вот вы не сказали насчет армянской церкви, какие заблуждения вот у армянской церкви. Вы узнаете сами. Посмотрите, какое место у них занимает Слово Божие, какое место занимает благовестие, какое место, какое отношение к войне. Я вам скажу, на что обратить внимание. Вот про войну, скажите, вот не имеет права человек, если на нас напали, обороняться. А вы вот с этого скайпа не уходите, как только сейчас закончим, я сейчас запишу, в чем душа ваша нуждается. Война. Вот война. Я о войне сброшу материал из своей книги к истинному православию. Более полного материала вообще не существует. Что говорит Библия, что говорят каноны, что жития святых, что святые отцы. А как-то можно приобрести книги вот ваши? Можно. Вы можете? Я вам скину все данные. Да. Вот и второе, значит, о книгах. Книги к концу идут, их тираж-то тысяча, а 650 я только по библиотекам развел. 650 библиотек наградил. Полным комплектом везде. 38 томов. Это 750 евро. Угу. За один том? Да почему сегодня? 38. 38 книг. Еще открытые книги. Это 752 страницы книги. 64 страницы цветных фотографий. Да, я знаю про книги, знаю. Так вот. Вот. Еще скажите, есть какое-то правило на кладбище нельзя ходить, например, категорично в воскресенье? Или... Абсолютно нигде. Где вы набрались? Как бабка квела ее? Как собака в шею? Ну, тут у нас, знаете, суеверий столько люди непонятно, что говорят. Если ты придешь и помолишься, придешь и вспомнишь доброе, что вам мама говорила или отец, склонись поплачь о своей несчастной душе. Что многое они так делали. Родители ушли, покаяться нет. А я их огорчал. Прежде времени в могилу сошли. Нам есть о чем подумать. На кладбище очень полезно ходить. И я лягу сюда. И я буду так же лежать. И что тут будет делать на могиле? Разравнивать там с площадки делать будут. Как в советское время было. А Библии разрешено давать деньги под проценты, да? Деньги под проценты категорически запрещено. Ты что, в еврея превратился? Нет, я не говорю мне, вообще говорю, в мире закабалили этим. Ипотея, куда все берут. Государство берет в Международный валютный фонд деньги под 20%. Заняли, допустим, 50 миллиардов. Ровно через 5 лет им уже надо платить не 2 миллиарда, не 20, а 40. 20%. Но там же написано, что не давайте под большой, если человек бедный. А так-то можно же там давать. Я говорю, нельзя нам. Это там было сказано. А нынче нет этого. Сегодня христианину запрещено, это каноны есть. А написано в Библии есть, кроме канонов? В Библии есть? Там написано такое, если даже скотина какая-то у тебя задавилась или что-то, сам не ешь, а язычнику продай. Ну. Ну. А при чем? Где написано, что нельзя давать? Да вот там и говорится, что своему, который вернется еврей, то ему дай без процентов, а язычнику под проценты. А ветром? В Новом Завете где написано, что нам... В Новом Завете вообще запрещено, это даже думать об этом. Ну где? Можете привести, где написано, что нельзя? А что говорит-то? Отходящего тебя не отвращайся. Просит займой, дай, не требуй назад. Какие проценты? Не говорит процентов, не требуй, даже что дал. Вот ты, допустим, пьешь, пьяница, а теперь я не пью, а теперь даже воды досыта не пей, говорит Анна Златоуз. Ты выжимай клином, клин вышибай. Плохо обращался с матерью, старую мать сдали в дом инвалидов, там, престарелый. А теперь матери нет. Я обратился, что? Возьми на попеченье бабки 3-4. Пусть она там будет, живет, возьми оплату за них на себя. Нахажи себя, чтобы все время помнить, вопль матери достиг Бога. Сын обратился. Ну вот скажите еще про рождение свыше. Вот как это понять? Вы говорите, что... Так, вы слушайте внимательно, запишите. Отец Геннадий Фаст. Да. Да. А рождение свыше. Я к этому добавить ничего не могу. А он всегда говорит, я ученик Игнатия, я в его доме обратился. Так что... У него ролик, да? Ученик, говорит, не выше учителя, но в данном случае выше. Он закончил семинарию, а до этого был, когда был еще там неправославным, немец, Менонид, он был преподаватель Томского университета, физик-математик. Вот в моем доме он обратился, стал православным, потом стал батюшкой, священником, закончил семинарию, академию, кандидатскую, сейчас он доктор богословия. Там еще послушать. Заряди, Геннадий Фаст, вы найдете там много, и там еще нельзя добавить. Вот смотрите, например, с баптистами разговариваем мы, и они постоянно говорят свое. Мы говорим, как правильно, по-православному, но опять спорят, они не хотят слушать. Опять увиделись, опять говорим. Надо постоянно говорить или прекратить? Нет, ты сказал, еретика после первого, второго разумления отпрощаются. Не больше двух раз. А почему он развратился, будучи самоосужден? Третья глава к титул послание. Еретика, они еретики, у них нет священства. А они только с нами уверовали, туда попали только, вот буквально несколько месяцев. Все оставить. Как, стали православными? Нет, стали баптистами, до этого и неверующие были. Ну неверующие, попали к еретикам, и все на этом, конечно. Никаких конфессий, и динаминаций Бог не устраивал. Есть верные, есть еретики. Верная это церковь. В верную церковь ходят католики, православные, Григория Анна Армянская, апостоличная, копты и сирийцы. Все. За пределами этой церкви нету. Там только еретики и раскольники. А вот непрестанная молитва, что имеется в виду? Ну то, что непрестанная, значит не переставай никогда. Так, постоянно молиться, весь день. Видно, нет, что я показываю? Видно. А что это такое? А что это такое? Это четкий. Запиши себе Псалом 118. Записывай, забудешь. Псалом 118. Да. Стих 164. Считайте, что там написано. Мы просто записали. Сейчас пойдем. Духовас Библию, открывайте. Псалом 118, 164 стих. Сейчас заходим. Хорошо. Это эпиграф жизни. В течение дня постоянно нужно, например, там, раз помысел, то есть постоянно, вот Господи помилуй, говори. Два раза достаточно. А если больше, больше это не веря. Бог говорит, я простил тебя, что ты языком молотишь? Воззови ко мне, я услышу тебя. Не сказал, не престан, называй. Господи, Господи, помоги мне. А что надо? Я слепой. Господь исцелил. А он теперь исцелил, и все. А он идет и кричит, помоги мне, Господи. Зачем? Да я тебя исцелил. Нет, Господи, помилуй. Это православные придурки придумали. Ну, если опять, через полчаса опять мысль какая. Придумали православные придурки, как вот о националистах говорит Владимир Владимирович Путин. Не веря в Бога нас ожидали день и ночь. Им делать нечего было. Воззови ко мне, я услышу тебя. А я... Ну, опять... Ну, через час опять помысел пришел, через час опять говорит, через полчаса опять пришел какой-то. Ну, один раз, Господи, помилуй, а дальше ты читай нормальную молитву, Богородица, достойно, Отче наш. Что ты, ничего, ни одной молитвы не знаешь? Не, в течение дня, ну, хожу, например, работаю или что-то, и мысль... Ну, Ирина, размышляй. Почему тебе не... Целый день не размышлять о слове твоем? Написано так. Вникая в себя и в учение, занимайся всем постоянно. Так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Слово Божие. Иисуса Новина, 1 глава, 8 стих, прямо говорит. Да не отходит книга сия от уст твоих, но получается в ней день и ночь, дабы в точности исполнить написанное в ней. Вот и весь ответ. Псалом зашел. Так, считайте. 118-й, 64-й, правильно? 164-й стих. 164-й стих, 118-й с Псалом. 164-й, 118-й Псалом. А еще вот человек как бы верующий, но не до конца. И вопросы какие-то ему лезут. Он спрашивает, зачем Вселенная Бог создал, зачем это, зачем то? Что отвечать на это? Еще не надо отвечать, скажи. Тебе касается эта Вселенная. Вся Вселенная это твоя душа. Ты погибнешь и на этом все. Доложи каждой минутой. Покайся верой в Евангелие. Вот это написано. Он так просто не хочет слушать. Он хочет понять. Все, отойди от него. Он пустословить будет тебя запутывать. Господь говорит, идите и пропадайте Евангелие, а не астрономию. Это хорошо Ломоносов говорит. Неразумен тот ученый, который пытается астрономию привести ко спасению. Смысл такой. И циркулем. Неразумен тот поп, который пытается путем Псалтири узнать Вселенную. Блаженны непорочные пути. Подождите, вы первый стих считаете. Зачем? Псалом 118, 164. Ну же, пять раз повторяю. Да, просто почему-то именно его не находит. Именно находит 118 с начала. Слушай внимательно. Сейчас мы о телефоне. Библии с собой нет. Надо у вас книжку, у вас. Он говорит так, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Семь раз в день. Мусульмане молятся пять дней, пять раз намаз. А это семь раз. При множестве занятий как царь государственными делами он находил время и уединялся семь раз в день. Так толпует Андрохолос. А? А, Давид, царь Давид это говорит? Ну не я же говорю это. А. Три тысячи лет назад было сказано. Для меня это главный сегодня эпиграф моей жизни. Ну, а по сколько времени надо уделять, вот допустим? Ну сколько? Что такое, допустим, семь, а вот сколько один раз? Один раз это молитвы три святые, то есть оцарю небесный очень наш, и потом сто поклонов. Вот, десять я Господу Иисусу Христу говорю, пять Богородиц, десять Богородиц и десять ангел-хранителей и так разбито. Десять десяток. Сто поклонов. Это вот вместе, потом своими словами. Это один раз. Еще пройдет сейчас полтора, опять так же. Тогда другие нужды какие есть. О чем говорили? Кто-то просил помолиться, у кого-то беда, кто-то болеет, кто-то запился. Я всех поминаю. И святых, примерно, я поминаю за молитвы 77 человек на память. А вот, к примеру, молиться за других, да, нужно именно поминать их имена вслух, как-то говорить или просто в мысль вспомнить лицо их и все. Вот так. Имена, обязательно вслух. если за главу семьи, его поминаю, остальные туда входят. А, главу семьи. Ты вспоминаешь, вот, я молюсь всегда, каждый день молюсь за Путина, за Медведева, за Дональда Трампа, за Рамзана Кадырова, каждый день, за Амана Тулеева, за Петра Порошенко, за Эрдогена Турецкого, и вот которые наши здесь вблизи, кого вспоминаем, каждый день их имена называем на молитве. Вот семь раз в день постоянно, не считая утренне-вечерне молитвы. А если утренне-вечерне, это получается у тебя уже 900 поклонов в день. Вот каждое 100 поклонов, поклонов во время поста это надо земной поклон, чтобы руки по ладони, лоб и колени коснулись земли. и опять встать. А, вы делаете? Попробуй, один день так, помолись, и ты тебе уже говорить даже не захочешь, только у тебя ум совершенно по-другому начнет мыслить. Тебе уже космические пространства не нужны. Ты все сфокусируешь на своем сердце. А как я поклоны делать, если на улице, на работе я семь раз в день? Не делай, на улице не делай. А ты говори для себя, что был бы дома, я бы это сделал. Ну вот вы на одну сколько время? Вот семь раз? На одну молитву примерно от семи до восьми минут. Семь-восемь минут, это не так много. Но вы больше поминаете, вот именно какой раз, больше поминаете, про кого-то говорите? А тебе почему? Допустим, первое, я молюсь, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Второе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Помилуй нас. Дальше, слава Тебе наш Бог и Егова. Авва, отче. Поклон. Свят, свят, свят Господь самого. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Дальше, слава Вышней Богу на земле, мир, человек и благоволение. Дальше, это все, что в десятку входит Иисусу в молитву. Господи, благодарю Тебя за тот день, когда Ты дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Аллилуйя. Следующий, Господи, благодарю Тебя за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов Вселенской Церкви. Аллилуйя. Все кончилось 10. Дальше, я молюсь Богородице. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Матерь Божия, благодарю Тебя. Вот мы ездили в поездки, сколько людей нам помогали, в каких опасностях было, Ты покрыла нас самофором любви. Вот я все это говорю и 10 поклонов сделаю. Дальше, ангелу-хранителю, благодарю Тебя, мой ангел, моли Бога обо мне. Сколько раз я Тебя огорчал, сколько раз Ты меня спасал. Я через океан в Америку летал, я мог погибнуть там и там и там. Ты меня везде спасал. Ни в цунаме меня не потопило, ни землетрясение не провалилось в земля. Благодарю. Прошу Тебя, мой ангел, не покинь меня, когда душа моя будет разлучаться от тела. Смертный час. И проведи душу мою помытарством, страшным и непонятным. Ангел мой, введи меня навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Вот ангелу-хранителю десять поклонов. Дальше Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, море Бога о нас. И дальше. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, не завидовать, жить экономно и видеть нуждающийся в нашей помощи. Господи, даруй каждому жилье. У меня двое, которые квартиры не имеют, знакомые. Один и сделался прям лютым врагом. А я все время молюсь и молюсь, чтобы Бог дал ему квартиру. Вот у меня домик я купил, не домик, там квартира, недалеко от храма. Храм один был в городе, чтобы люди, которые приезжают с окрестностей, с района, было где остановиться. Ну, жена там хозяйничает, бабки приходят, там человек 20-30. Я матрасов купил. Ну, а теперь-то, когда церкви-то уже понастроили, тот домик-то уже не удел. А там пожар был. А я сказал, вот если этот домик будет продан, то молодая семья вот здесь у нас, я отдаю туда весь. Я сказал, прошло время, он стал врагом. Он ушел в другое место, церковь покинул. Я его нашел, и когда продали, я до рубля все ему отдал. Он ушел, это его, он за это отвечает. Я отвечаю за свои слова, никогда назад не пойду. Он самый вредный, против меня, всякие пакости делает. Это он делает. Но я сказал, что дом продам, я ему отдам все до копейки. Не считая, что жена потратила на риэлторов. И все. И у тебя будет благословение. Я вот никого не встретил, кто бы имел такой страх Божий, как мне Бог дал. Я просто не встречал. Я с детства это знал. До 23 лет я не знал Евангелие слова. И, конечно, мать говорила, нельзя вот иметь то-то, то-то, там, это-то, воровать, там, ворожить и прочее. И там, с женщинами дело иметь. И меня Бог от этого спас. Почему мне вот 80 лет, вот в июне будет, 80, сколько я претерпел по тюрьмам, меня в морозилке держали, руки выкручивали. А я, у меня память, как у 18-летнего. Почему? Самый страшный грех, который пожирает память, это блуд, разврат. У него мозги дырявые. И ничего нельзя сделать. А я свободно, Библию, каноны, житья, я все свободно совершенно оперирую этими данными. Да. Знаем. Вот, когда я уверовал, то мне, ну, зашел к одним там, которые пригласили, они из 50-ников, баптисты, соединенные с ними-то. Но они мне Новый Завет дали, как сейчас помню, в черном дерматиновом переплете. За стол пригласили, а я не хочу. А я на берег сошел, я на, наш корабль стоял на рейде. А когда они зашли после обеда, полчаса прошло, а я всегда везде искал, что про Бога сказано. А что эта книга, Евангелие, Библия, я даже не слыхал. Про Библию слыхал, что это толстая книга, ну, ее люди плохо знают. А когда человек не понимает, ну, что, как баран уставился в Библию, это уже крайнее невежество человека подчеркивалось. Оказалось, Библия, это Слово Божие. И когда они зашли в эту комнату, я им говорю, я начал выписывать, ну, а там все божественно. Я не стал, скорее давай считать. Они зашли, я, кажется, уже шестую главу Евангелия от Матвея читал. Ну, и как? Я говорю, книжка хорошая. Это не книжка, это вторая часть, Новый Завет, говорит, Библия. Меня это еще не сказало, вторая часть. Ну, вы хотите помолиться? Я говорю, очень хочу. Ну, как, молись, они руки сложат вот так, а я молюсь, я рукой крещусь. Ну, они думают, ладно, хоть так молиться. А они просто склонились на колени-то. Глаза закрыли, а я кланяюсь, ветер идет, а в день 50-ницы там ветер бурный, они подумали, что тоже это такое здесь, явление какое-то у них. Ну, и проси, брат, что надо тебе? А что мне надо? У меня здоровье 100%, я на корабле работаю, у меня знания открыты, я за границу ухожу, три года, три курса за год сдаю, по выбору комиссии на трех языках. Ну, понимаете, для молодого человека. Оказалось, я увидел себя нищей, слепой и ногой. Мне Бог сразу показал. Я попросил у Бога веру, у меня нет веры. И вот, когда, бывает, человек долго идет, где-то в горах, рюкзак несет, ну, бывают экскурсии. когда снимешь себя грустно, а тело все еще напрягается. И вот у меня так было. И вот у меня так было. С меня как гора какая-то свалилась, я физически почувствовал это. И в комнате, как будто, я не слышал, как будто бы, верую, 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 вот так вот эхом пошло. Я встал, я на того, который склонился, для меня это был чужой мертвец. Это ужас просто. А я был душой общей, там сотни анекдотов, я расскажу, рассмешу, а Богу ничего этого не надо. Когда просишь знания, Бог дает, а я стал просить незнание, Господи, сотри из меня. Я встал утром, ни одного анекдота, ничего нету по сей день. Бог стер, перепрограммировал, форматировал, как диск. И только в корабль вечером я возвращаюсь, там лоцманский у нас между берегом и кораблем с навал. И первому матросу говорю, мы живем неправильно, за нас Христос умер. У меня блестящая характеристика для высшего морского училища. А тут сразу я на полоте религиозном, ну, никуда не угодный. Как у баптистов, когда был я в Пензе, они меня приняли, там я им говорил о Боге, к нам пророк Илья сошел. А когда узнали, что православный, а то сразу гнилое бревно. Вот и все. Все меняется. А у меня разницы, характеристики нет никакой. Я то и другое могу быть. Как Бог решит. А вот, скажите, после причастия, да, если какое-то должно быть, чувство какое-то, может, сердце или что? Господь нигде про чувства не говорит, и поэтому сказать не могу. Но в этот день я противника моим не советую со мной встречаться. Я его в щепки разнесу сразу. Как Иоанн Затауз говорит, делается огнедышащим львом. Я прикатывался к телу Господню. У меня буквально пламени изо рта вырываются. А вы как часто причащаетесь? А? Как часто причащаетесь? Четыре раза в год. Как князь Владимир установил. А не так, что чаще причащается, чаще исповедуется. Это выдумка поповская. А раньше же в первых веках каждую неделю причащались. А где вы узнали это? Ну, я не помню. Это читал тоже. Покажите где, чтобы я тоже знал. Ну, апостолы причащались же. Ну, я ответил вам. Они причащались. Другая была жизнь. Нас с чего сравнивать-то? Мы живем уже по временам, когда прошли соборы вселенские. Князь Владимир крестил Русь. Мы признаем это крещение? Да. 589 год. И тогда взяли от грехов. А у грехов уже тысячу лет было. Причащались четыре раза в год. Четыре поста. А, четыре поста. Это только старобрядцы сохранили нынче. Ага. Вот женщина совершила аборт, отлучается от причастия на десять лет. Сегодня нигде это не исполняется. Нигде. Это и у вас. У нас это исполняется. Но у нас таких не было. Да, это даже не спрашивают. Причащаться хочешь, и все, никто ничего не спрашивает. Вот у нас один выпил, выпивши, на два года. Два года он стоит, бороду там подровнял, стоит, пока не отрастет в коридоре. А пить нельзя или совсем? Какой вопрос? Вот выпить вообще нельзя, алкоголь иногда. Разрешается там в какие дни, там написано в календаре, но не больше ста грамм. Вино, никакой водки, никакого пива. Пьяница хватает. Я знаю, что это не грех, но я не пью, я в рот не беру. Но когда мы были, я был в синоде, но тут митрополит сидит, епископы, но они про меня уже услышали, что я вино не пью. А если я говорю, вино это грех, то я ретик делаю сразу. Я говорю, нет, я просто не пью и воздерживаюсь, мне это не надо. У меня очень сильный организм, мне это не надо. А выпейте, они налили мне полный стакан. Выпейте, вот свидетели, что видели, если не запить, я никогда не возьму в рот. Но я взял, выпил. Я говорю, у меня жена квас готовит крепше. Ну и все, больше не пей. Говорит, у нас своих пьяниц хватает. Теперь всем сказали, что я не против вина. Все. А если я сказал бы, вино это грех, и кто выпьет вино, хоть там каплю, погибнет, я еретик, меня сразу отлучат от церкви. А вот про сигареты, сигареты даже, ну как я не знал, слышал, даже на Афоне там курят, даже монархи. Ну и что? Нельзя курить, потому что это вредно, и все, да? Потому что это вредно, потому что выхлопную трубу Бог не сделал на макушке. Вот, ну а вредно же, например, сейчас и помидоры кушать, тоже они вредные, тоже чем-то там они... Если вредные, ко мне заноси, я у вас куплю их. Не, ну я имею ввиду, брызгают там, или с магазина что-то покупаем, оно тоже вредно. Ну если китайец продает, то вредные, арбузы никогда не покупают. У нас купили арбуз там на дороге, продают там, и отравилась вся семья. Едва-едва вытащили. Свой на огороде выращиваю, никаких нитратов. Обыкновенный навоз. Ну а в городе человек живет, для него одинаково что ли, вредный арбуз, или покурить сигарету, то же самое, да? Покурить не надо даже, это где? Уста курящего, демонская кадильница, демонская. Ян Кроштадский сказал, что сравнить, арбузы это, совсем уже рехнулись. Василий Великий говорит так, нам не запрещено вкушать любую траву, но мы же не белины объедем, чтобы белину есть. Так и все. Да. Вот еще скажите, мы просим Богородица, Дева, помилуй нас. Именно не просим, чтобы она помолилась за нас, а именно, чтобы она помиловала. Да. Мало того, помиловала. Даже говорим, спаси. Да. Даже спаси. И как это понять? Опытом, чтобы баптисты не слышали. Ну, а как это понять, если мы только в Бога святым? Ну, нельзя. Церковь установила, а я сын церкви. Я это делаю и каждый день молюсь. На эту тему никогда не возвращаюсь. Ну, и может, я тоже так делаю, но кто-то спросит, а мне что, где это написано? Ты спрашиваешь, что про душу? Про это ничего не написано в Библии. Я православный. Я подчиняюсь этому закону. А вреда никакого не будет, что я сказал. А почему? Она помогает. В это я верю. Ну, мы же святых просим, чтобы они помолились Господу за нас. Да, молимся каждый день. А Богородице говорим, спаси Богородице сама. А я говорю, спаси. Так принято. Ну, а почему? Я так и говорю, ничего доказывать нельзя. Да как она может спасать? Я не знаю как. Библия говорит так. И Господь давал им спасителей в свое время. Он давал спасителей в Ветхом Завете. А она счастнейшая хирургим и без сравнения счастнейшаяся. Серапим. Так что... Только Богородице мы можем так просить, да? Больше никому. А остальные там помолите обо мне грешно. Молите и все. Я подчиняюсь этому. Объяснять ничего не собираюсь. Я никогда не спорил с армянами. Никогда не спорил с католиками. Ни разу. Я вообще не спорю. А просто диспута не было. А не церковь. Я могу указать на отдельные недостатки. Но они церковь. У них есть епископы, которые идут от апостольских времен. Это делает нас церковью. А жизнь... А баптисты как? Баптисты лучше нас живут. Они более свято живут. Никто не пьет. А у нас, посмотри, сколько пьют, сколько курят и еще не делают. А почему? Они очищены через слово. От нас Библию спрятали. Мы сироты. Но я не говорю про нас. Наша община другая, благовестническая. Вы знаете, какую ему миссионерскую поездку сделали? Да. От Тихого океана до Атлантического. Да. Скандинавия, Прибалтика, Север, Турция. Такую поездку никому не сделать. Никогда. Почему? А с чем он поедет? В первую очередь, надо такие, чтобы книги ваши были. Ну, а просто Библию. Но это наша обязанность вот нам именно благовествовать ходить. Да, обязанность. Обязательно. Если ты не благовествуешь, зарытый талант, будешь брошен в озеро Огненное. Попы должны исповедовать об этом. А у меня мама вернулась, она от старобрястов. На исповеди было. Я говорю, батюшка еще спрашивал. Она, говорит, он спрашивал, не ела ли журавля. Я говорю, ты поймай его сначала. А вот еще нам на все разрешено же, правильно, все, что входит в рот, ничего не свернять человека. Но кровь нельзя, там, удушенную. А это как объяснить? Никак объяснить. 15 глава Деяния апостолов. Там и прястся. Ни крови не удавлены. Все, остальное можно. Средина эта, змея, лягушка ешь. А почему удушену нельзя? А тебе не надо спрашивать-то. Сказано нельзя и все. Что там? Сказали на красный. А почему на красный, а не на зеленый? Вот я сейчас пристану. Не знаю, что я объясню. Инфракрасные урчи меньше всего поглощаются атмосферы. И видно красный свет намного дальше, чем зеленый. Удовлетворился? А раз не понял, тебя дядя милиционер будет доучивать. Но это, допустим, нам, верующему человеку, можно сказать, вот написано и все. А человеку неверующему как объяснить? Не объясняй ему. Написано. Приучи к Библии, а не к объяснениям. Сатана начал к Христу приступать. А Христос ему на три искушения всемирного значения отвечает. Написано. И дьявол никогда не стал требовать. Эти люди хуже дьявола. Написано. Это огненный луч. Лазерный, прожигать должен совесть. Бог заговорил. Горы дымятся. Объясни, почему. Зачем объяснять? Бог сказал. Ну, скажите, как? Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Что это за тварь появилась, которая не слушает? Вот как родным можно, если они неверующие, вот объяснить именно, что, вот говорит, ну докажи, чтобы я поверил. Вот что, как сказать? Что ему доказать надо конкретно? Что Бог есть? Да. Ну, очень просто скажи. Ты вот так возьми ему, телефон и покажи. Вы телефон как признаете? Кто-то его делал? А кто его делал? Сам Сунг написано. Ну, кто делал его? Да, они на это имеют ответ. Они говорят... Не надо, не надо. Мы разговариваем не с пьяными, с трезвыми. С пьяными не надо. Ну, все вокруг нас. Что мы едем? Лопата, ручка, машина. Кто-то сделал. У всего есть творец. Так? Так. А кто сотворил растения? 500 тысяч разных насекомых. Букашек, таракашек. Почему слон такой большой, а мошка такая маленькая? Это что, все от одного появилось? От амебы? Бог сотворил. А что раньше? Курица или яйцо? Курица, конечно. Бог дал повеление, вздыбилась вода, земля, и полетел курица, за ней петух. И яйцо снесло. А вот как... 7 тысяч лет именно было, как мы сейчас понимаем, или миллионы лет, про которые наука говорит, они, возможно, были динозавры. Это мы не можем сказать, динозавры. И когда говорит день первый, день второй, это вовсе не значит, что это день. У Бога один день, как тысячи лет. Так говорит нам апостол. Мы не можем сказать. А если я верил в геологические эпохи, это твое дело. Нам, конечно, по упрощенной схеме легче. Но я думаю, святыни решались по-другому, как Василий Великий говорит. Был вечер, было утро, день один. Какой вечер утро, когда Солнца не было? Понимаешь, сколько загадок? А? Вот Солнца не было по бытию, а свет уже был на второй день. Это туманность Андромеды или что-то такое светило, а потом путем вращения превращалось уже в небесное тело. Тут объяснение уже дано. Понятно вполне. Оно распыленное облако на миллионы километров, и оно издавало свечение, как сегодня есть такие. Вот и падает комета, а у них хвост длинный. Кометы-то мы не видим, допустим, за облаком, а хвост видим. Вот и все. Ну как бы мы можем быть уверены, что миллионы лет существуют, потому что эта же наука вроде как доказывает. Эта наука ничего не докажет. Наука это выжившая из ума старая старуха, которая под себя мочится. Некоторые вещи доказывают, про звезды там, и не могут им быть там. Она ничего не доказывает. Она не видела, не знает. Все это коллапс, взрыв, произошел из ничего и то другое. Где она еще может доказать, когда ничего не видели? Человек, это обезьяна, астралопитек, пятиконтроп. Откуда взяли? Нигде ни одного скелета не найдено. А то академик Верхов доказывает, которые кости взяты от разных животных на расстоянии пяти метров. У нас, говорится, залохов считают. Нет, найдены динозавров, много костей, правильно? Ну и что означает это? Говорят то, что, ну, их как бы исследуют, и говорят, что им больше 7 тысяч лет. Я не могу отвечать на глупости такие. Тебе нравится с динозаврами возить? И бери, и ешь. Ну что ты что? Вот скажите, пожалуйста, а вот церковь, вот любую минуту свободную находить, стоит сразу бежать на службу? Или как-то, вот, какое-то правило сделать, допустим, там, раз в неделю, два раза в неделю? Воскресенье. Суббота, воскресенье обязательно. А вот так, допустим, свободную поймал минуту, бежать? Поймал минуту, и ты где-то рядом. А ты далеку. Пока едешь, уже и служба кончилась. Возьми Библию, почитай, кому-то помоги, сходи. Молодой, здоровый, крепкий парень. Ну, определенно сделать, суббота, воскресенье, а остальные дни... Я никого не советую, но и не запрещаю. Тебе есть, ну, ты же еще не знаешь, эти люди, которые все время только в храм, они тупые, тупые. Они еще не знают. Тупой, говорит, как сибирский валенок. А вот скажите, пожалуйста, есть же такое, то, что на нас мысли, ну, не наши, а именно с бесовской стороны воздействуют на нас, и мы их, к сожалению, принимаем на себя. Хотя на самом деле это мысли не наши. Вот как бы вот эту грань найти и различать? Не надо, твои молитвы. Как раз тут, тут уже не надо никакой. Просто можно отчаять, ну, как бы вот человек увидит такие мысли в голове. Хотя на самом деле это, ты видишь мысль нехорошая, у тебя появляется чем-то. Все, это мое. Смотришь на женщину с вожделением, прости меня, Господи, отверни глаза и закрой, пройди мимо. Вот сейчас показывай где-то. А сейчас эти вещи. Спортсменки стоят где-то там, выскочили спортсмена, и все там уставились там, какая у нее передняя, задняя там часть. А мусульманин рукой закрыл глаза. И на весь эфир видно, мусульманин закрыл глаза. Хотя у него 4 жены и 44 наложницы. Он ее, свою жену, в мешке носит всю жизнь. Ну, значит, все, что мысли принимать и считать то, что это именно мои являются, да? Я не спираю об этом. Разберись, что хорошо, что такое плохо. Крошка, сын, пришел к отцу и спросила крошка, что такое хорошо, а что такое плохо. Владимир Владимирович Маяковский. Ну, надо раскаяться. Вот мне, к примеру, сейчас безумная мысль пришла, она даже не моя, мне кажется. Мне надо в этом сейчас каяться, или это не моя мысль? Понимаете, вот эти тонкости начинают люди, они рифнулись, умом трогаются. Ну, а мы не можем понять. Где начало, где прилог, где середина, ты молись и скажи, Господи, благодарю Тебя за прекрасное утро, за эти облака. Добрые люди идут и мне улыбаются. Слава Тебя, Господи. Мирная обстановка здесь. Сегодня Армении с Айзбаржаном друг друга не съедают. Слава Тебе, Господи. Ну, вот при появлении мысли я вот стараюсь всегда говорить, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Хорошее дело. Хорошее. Да. Этого как бы, ну, и все, да, и забыть эту мысль. Все, откинул ее в сторону. Зачем ее теперь прихарманивать-то? Она к кому принадлежала, тому пусть ей идет. Просто безумие такое страшное бывает приходит, что вообще, ну... Вот я говорю, ко мне один ходил и готовился к окрещению. Я говорю, как, да вот я, еще я, я говорю, в блуд впал. Как? Сидел, читал Библию, дверь не закрыта, а соседка подошла, его обняла и увела. Ну, вот он не виноватая такая. Ему даже и мысли никакой не было. Ученик, послал его учитель, монах, за водой-то. Он приходит, голову опустил, что не смотришь-то на меня? Да там была женщина у колодца, я в блуд впал. Это же надо так. Вот как будто курица перед петухом. Ну, хоть познакомился, как у колодца, и уже все, пришел и расписался. Ну, а живет в монастыре с отцом. Ну, вот монахи же, вот у Антония была, по-моему, женщина пришла, он ее там даже поругал, сказал, чтобы не приходило больше, чтобы не смотреть на нее. Это Арсений был, не Антоний. Арсений, да, Арсений. Арсений Великий. Она принесла, видимо, она была дочь губернатора, или жена, очень много привезла золота, и к нему Арсений ухода не было. Она пошла к епископу, епископы знают, но не принимают. Ну, я хочу, ну, я хочу. И он ее благословил, и скажет, что я разрешил. И она пришла, принесла этот ящичек золота, поставила у дверей, и к нему, он как увидел женщину, заходит, она женщина красивая. Он упал вниз, и голову не поднимает. Ну, она побыла, ну, уходить надо. Ну, я пойду. Он молчит. Ничего не отмечает ей. Так, я прошу, помолись за меня. Он говорит, я буду молиться, чтобы забыть тебя. Да, да. Она пришла, и тогда шел жаловаться. Она говорит, ты молодая и красивая. И ты запомнилась ему. Он теперь молится, чтобы Бог стер в памяти. Ты не поняла его неправильно. Не то, что он женоненавистник какой-то, или чего-то. Вот такое дело, брат. Он на небе, говорит, тысячи ангелов по одной воле, а на земле тысячи человек, тысяча воль. Все в свой угол тянут. И как нам быть вместе? Должен быть устав, строгая подчиненность, иерархичность. А у людей этого нету. Вот у меня, я начальник детского лагеря, основал сам детский лагерь, один был на весь Советский Союз такой лагерь. 44 года, да сейчас два года еще в другом формате он. Представь себе, 45 лет. Какая дисциплина. А приезжают дети, там совсем никакие. Неверующие мальчики, девочки. Возрастных групп нету. Месяц-два может быть. И у вас драки были? Ну, драки не было, но был один другому стукнул. Я еще могу сделать, он сам нарвался на это. Но я наказал того и другого. У меня строгая была дисциплина. Всегда встаем в пять. Легли спать, чтобы шепотом ни одного слова не было. За столом ни одного слова. Показывай два-три пальца, и тебе дежурно напротив каждого стола подадут. Все в шапочках в форме. У меня приехал тут начальник летного училища, полковник Сергей Дживанширович Акопян. Наверное, близкий к вам. Вот. Он посмотрел, говорит, у меня, говорит, летное училище военное, такой дисциплины нет. Я говорю, а почему вы такие глупые? До трех только считайте. Раз, два, три. У нас одних курсант уверовал и был. А там и все такие. Вы за нас можете помолиться, пожалуйста, чтобы мы стали крепче. Вы сейчас, я вам напишу, вы точно, чтобы, я могу не расслышать, имена, напишите мне имена. Я сегодня же постараюсь вас записать себе. А вы о нашем деле помолитесь, потому что на меня страшно много врагов, только за последние полгода я в черный список 7 тысяч занес. И выставляют, если есть такой Синицкий один, Александр, ну его сейчас, он везде, везде, ему дают указания, масон, говорят, там большая у него команда, там человек может 20 или 50. И на кого сказали, они его теперь заваливают, там пишут такие ролики, выставляют. И на меня наткнулся, он напал на Златоуста. Биографию Златоуста всю избратил. Ну и я, естественно, не похвалил его. Так он сейчас ролик за роликом против меня выставляет. Но на меня-то напоролся. А люди стали заступаться, что он врет. Там я женщину имел, там, ну, ни один человек, которого не поверит никогда. Ну, что попало? К слову сказать, недавно был один, Савербек его звать, Алмазов, с Караганды. Ну и на фотографии. У меня 22 тысячи фотографий, что не выбирать-то? Жену голову отрезают, а где-то что-то творится, безобразие-то. Ну, всякие пакости-то. Его предупредили, он никак. Я обратился в прокуратуру, местная прокуратура туда. Мгновенно все убрал, и больше его нигде не слышно. Все кончилось. Но я вынужден был, потому что он никакой меры, ничего не знает. А оттуда пошли известия, кто он такой, чем он занимается, и, видать, там его приструнили. И мне пришел ответ от прокуратуры города Караганды. Меры приняты, все убрано. Оказывается, тоже можно что-то делать. И вот, которые нападают, у них-то ничего нету. Нету у него. Был бы у него детский лагерь, хотя бы, у меня в среднем 108-109 те годы было. Так это люди, которых надо накормить. А мне государство ни рубля не дало, ни рубля. Я должен и молоко, и сливки у меня все есть такие. И рыба, и халва, и фрукты. Ежедневно купаются до шести раз. Ягоды берут, в учебу по деревьям лазят, на лодках плавают, на лошадях ездят. То есть у нас настолько интересно, ни в одном лагере этого нету. А на меня нападки. А у меня 475 роликов про лагерь. Да что же не набрать-то оттуда, не нащипать-то? Что угодно. А у этого ничего нету. У меня 38 книг в бумажном варианте, да 7 книг, которые в электронной версии. Что же мне не брать-то? 752 страницы в книге. Моя биография, работы. Ну все абсолютно. Мы ничего не скрываем, не склеиваем. Вот как говорим, так все и будет выставлено. А у того-то, который нападает, сегодня ничего нету. Ну и за него сейчас взяли, со следующих сторон. Я не знаю, будет он писать, еще нет. Он, покосник. Хам. Вы видео скинули нам. А? Вы нам видео про него скинули по скайпу. Да, ну ладно. Вы только хорошо, внимательно посмотрите. Там дальше все объясняется. Кто он такой, там бабку изнасиловал, там и два раза судимый по уголовной статье. Они на меня клеят, у меня ничего не было. А я выставил, как у меня, суд, приговор суда. Я за слово Божие. Перечисляется литература, книги какие, какие авторы, кому распространял. За мной ничего нету. Я реабилитирован. Так сотни, если не тысячи, заключенных обратились. Следователь обратился, принял крещение троекратное. Начальник тюрьмы умер по-христиански. В моей жизни было такое, еврея привели, показать. Он, ну, два часа больше не был-то. Наум Израилевич. Сейчас священник в Тбилиси. Это мой крестник. Мусульмане, он в прошлом году, вот это, прошедший год, тоже по интернету познакомились. Приехал, принял крещение. Имя ему дали, которого церковь православной не дают. Гонимый, и сказать, монахи его не канонизировали, ездры. Его ездры назвали. Прекрасный человек. Следователь один обратился, военный, КГБ, стал священником. Это чего-то стоит? А в лагере сами преступники? Преступники. Что-то заклинило. У меня вот утром подъем в тюрьме всегда в шесть часов, а я встаю всегда в четыре. Два часа утренняя молитва. Днем раза четыре, пять, по полтора часа. Псалтырь просчитываю за два дня, Новый Завет каждую неделю. Это Бог так сделал. А во сколько вы ложите? Четыре встает. Да. Мне говорят, вчера, позади вас семь человек на колени становились, молились ночью. Можем мы тоже встанем? Бог меня победно, говорится, с трубами провел. А потом преступники многие начали верить, которые сидели с вами? Многих я не могу знать, потому что я уехал оттуда, это же Казахстан СССР, где я отбывался, а которые в Барнауле пришли, так они на другой стороны улицы идут и кричат, отец, вы к нам приходили, но мне нельзя подходить к вам, вот такой я грешный вроде. Иногда находят, где я живу, приходят отблагодарить. А вы вот в четыре встаете, а спать во сколько ложитесь? В четыре это я в тюрьме вставал, а здесь в четыре сорок. А как по обстановке, как у меня тело тянет, не тянет. Иногда я в двенадцать ложился. Вот у нас дорогой мы ездили, у нас график какой был, отбой на машине в десять, подъем в два, в два часа ночи. Мы каждый день в среднем проходили тысячу и тридцать километров. Шестьсот пятьдесят городов. Я шестьсот пятьдесят комплектов книг послал им, отдал библиотеку. Скажите, пожалуйста, а вот библию, допустим, вот другу можно ли дать без толкования? Библию считать без толкования? Нет, ну вот у меня сейчас товарищ, я ему сейчас пойду, дам библию, хочу дать. Но думаю, стоит ли без толкования это делать? без толкования в тачу. Ничего страшного нет и хорошее дело сделаете. Потому что не попортили, на папиросы не взорвали. А они потом по-другому начинают понимать. А это тебя не касает. Бух святой скажет. Когда Христос говорил, никто не толковал. А стояли люди верующие, неверующие и подсматривать приходили. Доверься Богу. Ну все, ребята. А вот насчет книжечек, то что ну вы нам скажете, как, когда можно взять и вообще какие бы посоветовали нам к прочтению, которые были бы нам полезны. Которые книги полезные? Ну еще. Нам Новый Завет нужно столковать. Сейчас продают и выпустили 12 томов Иоанна Златоуста. 12 томов. Да. У вас нельзя заказать, да, их? Не, у вас толкование. Это не мое издание. Что сказали? Ваши, ваши толкования, чтобы полностью... не толкование, это пропусть, ответ на вопросы, освещение там вообще. Не, я именно хочу Библию, Ветхий Новый Завет полностью со всеми толкованием. А, это Библия, это Новый Завет. Трех тонень к нами изданных. За 2000 лет такого никто не играл. С откровением вместе. В ней 240 иллюстраций только цветных. Так, ну все, ребята. Можно, да, будет ее заказать? Все, спасибо вам огромное. Напишите имена свои, чтобы я правильно произнес. А я вам скину сейчас данные. Все, пока, с Богом. Все, до свидания. Спасибо вам огромное. Храни Бог.